Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Японский танк Чейхэ выпускался с 1942 года и представлял собой усовершенствованную модификацию танка Чейха. Внесенные в конструкцию изменения были направлены прежде всего на повышение броневой защиты и маневренности танка. Толщина лобовой брони башни и корпуса была доведена до 50 мм. При изготовлении как корпуса, так и башни широко использовалась сварка, что повышало качество броневой защиты и упрощало технологический процесс. Маневренность удалось повысить за счет установки в силовом отделении 12-цилиндрового дизельного двигателя воздушного охлаждения. Первые серийные танки Чейхэ выпускались с таким же вооружением, что и танк шинхота Чейхэ. Однако в появившейся в дальнейшем модификации Чейхэ устанавливалось уже 77-мм полевое орудие фирмы Шнейдер. Эта модификация называлась Чейну. Оба танка оборудовались радиостанциями, танковыми переговорными устройствами, имели танковые телескопические прицелы. Начиная с 1942 года и до окончания войны было выпущено 587 танков Чейхэ и Чейну. Наряду с танками Чейхэ они составляли основу танкового парка японской армии и широко использовались во Второй мировой войне. В 1941 году появилась новая модификация среднего танка Чейхэ тип 97, Чейхэ средний шестой. Корпус его был сварным, лобовые листы спрямлены, исчезли выступающая рубка впереди и жалюзи в бортах. Башня больших размеров с развитой кормовой нишей и увеличенной толщиной лобовой брони, лючки в бортах и кормовой люк. Появление пятого члена экипажа облегчило работу командира. Вес танка возрос почти на полторы тонны, но за счет установки 240 сильного дизеля Чейхэ развивал чуть большую скорость. Чейхэ вооружался 47-мм пушкой с длиной ствола в 62 калибра, созданной на основе противотанкового орудия, но с перекомпонованными противооткатными устройствами, затвором и спусковым механизмом. В боекомплект входили бронебойно-осколочный снаряд в 1,520 кг и осколочно-фугасный снаряд в 1,4 кг. Бронебойно-осколочный снаряд пробивал 70-мм броню на дистанции около 500 метров и 60-мм на 1 км. Слышко. 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 Продолжение следует...